Владимир Александрович, вот за это время, что было и что Вы считаете наиболее важным и наиболее сложным в работе губернатора именно Красноярского края? В тех непростых условиях, которые мы имели, мы ставили две основные задачи на этот год. Первое, не потерять все-таки динамику развития и роста. И второе, максимально побороться с ценовой инфляцией. Еще с декабря прошлого года, когда договорились с торговыми сетями о стабилизации цен на те два десятка позиций товаров первой необходимости, так вот мы в этом году, в общем, имеем ценовую инфляцию на два с лишним процента, на пункта меньше, чем в целом по России, до 10%. И по программе расселения ветхого аварийного жилья, мы в этом году на примерно 50 тысяч метров, на 5-6% больше сдадим жилья. Стараемся повсеместно, по всей территории, чтобы у нас строительный комплекс сколько не терялся, а наоборот набирался. Существует силу и мощь. Уделить побольше внимания и поддержать. Доложил губернатор и о развитии промышленности в регионе, и о том, что на горнохимическом комбинате запустили уникальную технологию производства топлива для атомных станций, и о том, что наши сельхозпроизводители собрали лучший за Уралом урожай. Отдельной строкой Виктор Толоконский выделил решение проблемы с местами в детских садах. В этом году удалось ввести 12,5 тысяч новых мест и построить 21 садик. Встреча губернатора с президентом говорит о том, что его позиции достаточно устойчивы, ну и внимательные наблюдатели обратили свой взор на тот факт, что Путин упомянул универсиаду 2019 год, поэтому я думаю, что позиции Толоконского сегодня достаточно прочны. Несмотря на то, что есть определенные сложности с местной элитой, что связано с тем, что регион финансово обеспеченный, богатый ресурсами, и понятно, что здесь большое количество конфликтов просто неизбежно. Конечно, одна из главных тем для обсуждения – подготовка к универсиаде 2019. За три оставшихся года краю нужно построить 34 объекта и подготовить всю инфраструктуру. Но чтобы уложиться в срок, нужно, чтобы федеральные деньги пришли с опережением графика. Именно об этом попросил президента Виктор Толоконский. Я полагаю, что подобного рода встречи, они так или иначе приведут к тому, что мы сможем быстро, энергично и хорошо завершить строительную кампанию, для того, чтобы у нас появились в Красноярске несколько объектов с развязками, еще раз подчеркиваю, с экологической хорошей составляющей, для того, чтобы после универсиады красноярцы могли пользоваться этими объектами так же, как это было после двух спартакиад народов СССР еще в 70-е годы. Именно благодаря этим крупным спортивным событиям в Красноярске появился бобровый лог, 100-метровый трамплин и горнолыжный комплекс. Универсиада уже принесла краевой столице четвертый мост. Началось строительство нового терминала аэропорта. На очереди еще десятки крупных спортивных и социальных объектов. И сейчас президент подтвердил федеральные вложения в проведение универсиады 2019. Встреча с первым лицом государства это всегда большое событие, которое приносит не только морально-политическую поддержку, она очень важна, но и осязаемые материальные результаты. Благодаря универсиаде удалось заручиться поддержкой президента еще в одном вопросе – переселение красноярцев из ветхих и аварийных домов. В Крымом центре сейчас около сотни старых жилых зданий, которые не только портят внешний вид города, но и не соответствуют требованиям комфорта и безопасности. За три года нужно решить этот вопрос при помощи федерации. Президент даже написал, что надо красноярск поддержать, не просто поручение. Вот так, что надо красноярск поддержать. Ну и четвертый вопрос касался такой более длительной перспективы. Хотя поручение уже сейчас пошло министру транспорта, это строительство моста через Енисей, на севере уже в районе Енисейского района, чтобы нам все-таки транспортные коммуникации на север, на север и восток края сделать более эффективными. Еще одно распоряжение главы государства – вернуть федеральное финансирование в программу переселения из северных территорий. Над всеми поручениями, которые сделал президент, уже работает краевое правительство. Алина Штоколова, Максим Галат, Новости.